привет друзья сегодня у нас на обзоре еще один чп у станок на диодном лазере от компании и кир но только немного с другим английским акцентом я специально выпускаю подряд два обзора для того чтобы вы увидели контраст прошлый раз был хреновый станок а в этот раз у нас дорогой у нас флагман можно сказать поэтому в работе со станком от компании киры я пытаюсь все-таки не просто там какие-то нюансы найти а действительно в нем разобраться и передать вам информацию не ту которая написана в описании а то которая приобретается при личном использовании начинаем начнем с распаковки не буду вам парить мозги всякими болтиками винтиками просто пройдемся по основным комплектующим которые здесь между прочим достаточно интересные ну и среди прочего хочу заострить внимание то что инструкция тут на русском что конечно же хорошо сам станок у нас устроен из алюминиевого профиля но не того алюминиевого профиля которому мы все привыкли а какого-то специального конструкционного в котором вы фрезерованы всякие отверстия и углубления для того чтобы станок собрался в что-то целостное и кстати говоря все механизмы перемещения спрятаны внутри профиля за счет этого достигается и целостность внешнего вида и аккуратность хотя по сути по оси y здесь обычные линейные направляющие с круглым сечением но по оси x стоит у нас рельса а каретки перемещаются при помощи зубчатых ремней абсолютно таких же которые мы можем видеть на любых бюджетных 3d принтерах и в движение приводит это все обычные на 18 то есть сама суть станка сам конструктив он абсолютно стандартный и мы плюс-минус то же самое видим уже годами и на 3d принтерах и на лазерных станочках и даже некоторые русские на чпу станки такое пихают и самое главное отличие здесь она же особенность то что все очень плотно и грамотно упаковано не знаю чем руководствовались инженеры данного станка но вместо обычных китайских концевиков поставили китайские тактовые кнопки но просто эти кнопки для этого не предназначены и ресурс у них элементарно ниже в общем и целом от составляющих и компонентов у нас впечатление достаточно положительное практически все выполнены из алюминия за исключением по моему корпуса экрана управления хотя он умело покрашен в цвет все очень жесткая там где нужна жесткость она есть там где она не очень нужна она все равно есть просто добротно вот все собирается добротно все ставится пробовал дотягивать болты и пожалуй это первая раскрывушка на моей памяти где нам этого не понадобилось друзья пока еще не поздно и видео не продвинулась так далеко как могло бы я хотел бы вам сказать что меня на самом деле никто не просил хвалить данный станок но те кто мне его давал на обзор конечно же на это рассчитывали я честно говоря не буду его хвалить и в конце видео вы узнаете почему если хотите можете сразу перемотать и послушать связано это по большей части вообще с самой концепции диодного лазера как какого-то гравирующего режущего устройства но я не могу не подчеркнуть что сам конструктив станка сама инженерка она очень хороша и приятно в основном за счет того что если нужны были какие-то узлы то в случае с данным станком их не пытались как-то заменить использовать что-то не предназначенное для этого а просто они изготавливались и зачастую они изготавливались из алюминия и мне сейчас впервые за много лет наших обзоров просто приятно на самом деле держать все это в руках и я в предвкушении нахожусь перед сборкой не то чтобы это супер божественно и я конечно же могу назвать и по пальцам перечислить какие бы вещи я переделал но действительно все это очень приятно выглядит также в комплекте у нас идет значительных размеров лазерная голова мощностью 33-36 оптических ватт ну то есть как получится голова работает вкупе мощным обдувом и конечно же радиатором а также есть возможность подключить компрессор компрессор уже будет обдувать сам рез ну или гравировку многие думают что компрессор нужен для того чтобы удалять дым чтобы рез был эффективней или обогащать точку реза кислородом чтобы опять же рез был эффективней ну на самом деле это нужно для того чтобы играла музыка ну ладно нужно это конечно же для того чтобы жар задувать потому что режем мы как правило горючие материалы и сам рез это и есть по сути направленный процесс горения и чтобы у нас материал дальше реза не горел нужно это все хорошенечко обдувать причем направленной воздушной струей потому что сверху опять же у нас дует еще и вентилятор охлаждения самого лазера и там все неплохо всегда получается вот вниз когда лазер проходит туда уже воздух с вентилятора не попадает и там как раз таки у нас все начинает гореть и как результат оплавленные немножко обгоревшие края а если направленная струя будет у нас задувать в шель в шов то там соответственно ничего у нас не обгорит и один из самых приятных сюрпризов с этим станком то что в комплекте здесь вам дают компрессор да этот компрессор не самый мощный и с вашими условно там гаражными мастерскими потребностями он не справится но зато он очень хорошо справляется с потребностями лазерной головы да возможно полноценный компрессор справился бы еще лучше с этим но хотите ли вы чтобы этот полноценный компрессор у вас постоянно работал я лично не хочу но тот который идет у нас в комплекте он к тому же еще и очень красивый вот прям реально друзья хочу вам напомнить про компанию pcbway пускай она пока что недоступна на рынке россии но тем не менее наши друзья скоро вернутся и все образуется поэтому напоминаю что очень качественные печатные платы 3d печать любыми абсолютно материалами также литье массовое под давлением и самое сложное много осевая чпу обработка ждут вас на сайте pcbway ссылка имеется в описании и очень надеюсь что очень скоро она нам снова понадобится теперь друзья начинается этап сборки данный станок на моем рабочем столе абсолютно не помещается поэтому я на другую локацию немного переместился тут нечем учить тут нечего особо рассказывать потому что имеется книжка на русском и по ней все очень хорошо собирается естественно как обычно я покажу вам видео ряд и в это время я могу вам рассказать о некоторых параметрах данного станка их на самом деле немного хотя не параметров то много но те которые нас интересуют их прям буквально по пальцам можно пересчитать рабочая поверхность здесь 410 на 410 миллиметров а мощность лазера как я в принципе уже и говорил составляет от 33 до 36 ватт это именно оптических ватт они тех которые обычно китайцы пишут на своих позициях в магазине есть сенсорный экран управления возможность запускать g-коды с флешки естественно с этого сенсорного экрана также есть возможность управлять танком по вайфаю ну и по usb проводу такой классический метод который обычно и используется а еще здесь моторизированные то есть автоматически двигающиеся ось z соответственно реализована функция поиска автоматического фокуса по высоте ну есть всякие фишки типа защита от падения защита от возгорания я думаю это прикольно но мало кого интересует контроллер я честно говоря не знаю какой именно тут стоит я его не вскрывал просто вот не хотелось туда лезть потому что вот и так все как бы хорошо сделано ну я подозреваю по косвенным признакам что здесь стоит esp32 с грбл-32 что в принципе вполне нормально но в любом случае здесь сто процентов не глюченая восьмибидная грбл к что в принципе вполне отлично и из ключевых моментов еще хочется сказать в это либо уже сейчас увидите при сборке либо уже увидели я точно не знаю в общем тут движение по оси y реализована одним мотором соответственно есть вал который с одной стороны и с другой стороны крутит ремни и получается вполне адекватное синхронное движение бюджетки почему-то так делать не хотят они ставят по два мотора а здесь вот у нас все за синхронизированы и в принципе адекватно работает при этом еще и на одну нам и меньше стоит на этом друзья у меня по характеристикам все все остальное но либо не важно либо вы увидите это в процессе дальше справедливости ради хочу добавить что кабель менеджмент тут конечно лучше чем у моего предыдущего пациента но тем не менее сделан в абсолютно китайских традициях станкостроения да и вообще всего в некоторых положениях станка провода находятся в натяжке в некоторых положениях вырывают разъемы естественно все держится в напряжении все болтается все трется и такая ситуация происходит не только на голове которая сейчас на экране была а вообще полностью во всем станке я так понимаю у них такой некий стандарт есть какие-то провода пришлось перекладывать какие-то перевязывать тут используется метод вот этих крючков для проводов для подвязки которые на двухстороннем скотче держатся ну точнее не держатся изначально в общем все как обычно все также как и у всех мне как блогеру не страшно потому что не успел я с этим станком наиграться мне 2 такой же другого производителя прислали и уже 3 такой же предлагает еще третья компания потому что на этом рынке появляется конкуренция а если все таки кто-то собирается брать диодный лазер для работы то все таки нужно быть готовыми к тому что что-то где-то перетрется и перестанет контачить дома эксплуатировать данный станок не стал решил заниматься этим в гараже в заключении сборки хочу вам сказать что экран у нас на hdmi проводе уж не знаю насколько это реальный hdmi или просто взят разъем за основу и экран держится на магните знали мы с вами одного дебила который очень любил выносные экраны ну как по мне здесь это реализовано очень неудобно и магнит держит очень плохо далее размещаем на станке шланг компрессора который кстати говоря держится на двухстороннем скотче сам компрессор мы запитываем от базы станка то есть мы в программе управления указываем будет ли использован компрессор при выполнении управляющей программы или нет ну именно так принципе быть и должно друзья в общем то я заболел до конца видео озвучить просто не могу сейчас я забрызгался всем чем можно собрал последние силы и решил уже записать хоть какую-то концовку видео будет разбито на две части почему я решил так сделать очень просто мне менеджер от производителя просто оборвал личку с требованием выложить видео как можно быстрее но тем и лучше потому что вы быстрее узнаете о том что не стоит покупать данный станок это не революция лазерных станков этот станок как машина амода китайское дерьмо в красивой обложке этот станок как игровая приставка вы получаете не полноценное устройство непригодное даже для игр но также как и с игровой приставкой если вы купите себе playstation 4 то вы всем будете рассказывать как вам весело и классно на playstation 4 чтобы все думали что вы не лох то же самое если вы купите себе этот станок за 100 плюс косарей то вы уже никогда не вернетесь к традиционным ценностям и всем будете рассказывать до конца как вам здорово с этим станком а это абсолютно не так и конкретно почему так происходит я расскажу вам в конце следующей серии на этом у меня все пока пока а а